Телеканал «Самара ГИС» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» начали новый уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли сотни животных, сотни приютили. Случается, что животные попадают под колеса автомобилей, пытаясь перебежать дорогу. Черный пес по кличке Руди пока еще с опаской выходит во двор ветеринарного центра и недоверчиво смотрит на незнакомых людей. Бездомная собака попала под колеса автомобиля и почти двое суток в сугробе ждала помощи от людей. Восота снега была где-то сантиметров 40-50, и он полностью ушел, скажем так, в своей площади тела уже под него, потому что встать он такое длительное время не мог, опять же, из-за чего из-за нарушения координации черпина мозговая травма. Руди, тогда еще безымянного, заметил Игорь Тепляков во время рабочей смены. Мужчина занимается установкой комплексов фото- и видеофиксаций. Игорь подумал, что пес просто отдыхает. Следующее утро я проезжаю, наблюдаю ту же картину, соответственно, собака лежит, уже с сугробом ее замело, я уже понял, что с ней что-то случилось. Я пытался ее там накормить, соответственно, она не кушала ничего. И я уже понял то, что там и кровь чуть-чуть уже было видно в сугробе, в снеге. Она не вставала, не двигалась. И я сразу понял, что нужно собаке как бы помочь. Я как бы не могу просто смотреть на это дело. Игорь позвонил в флагман вет, и уже через 30 минут Руди забрали в ветклинику. Сначала мы думали, что это, скорее всего, будет спинальник, то есть собаку, у которой уже не будут двигаться задние лапы, потому что поврежден позвоночник, спинной мозг. Но его обследовали, сделали ему МРТ. Оказалось, что, слава богу, у него с позвоночником все в порядке, у него просто сильная черепно-мозговая травма. К сожалению, животные нередко оказываются под колесами автомобилей. Как правило, это происходит на скоростных трассах, когда собаки пытаются перебежать дорогу через отбойники. В таких случаях очень важно оказать помощь как можно быстрее, потому что автотравмы очень разные. Одна, скажем так, часть – это черепно-мозговые травмы, то есть собака начинает переходить дорогу, ее сразу же машина ударяет в голову, она теряет координацию, может случиться приступ по типу эпилептического, и она просто даже не может встать на ноги. Случается, что сбитые автомобилем собаки становятся инвалидами. Это в том случае, если во время происшествия животному повредили позвоночник. Пациентка ветклиники по кличке Чича – одна из жертв автомобилистов. Встать на задние лапы самостоятельно она больше никогда не сможет, но волонтеры подарили ей инвалидную коляску, и теперь Чича чувствует себя счастливой. Ее ласкали, конечно, здесь вкусняшками угощали, но она сидела во дворе или в холле. А вот приют, наверное, подарил ей чудо-ноги. И сегодня мы первый раз с ней пошли гулять. Такого радостного животного я, наверное, вообще никогда не видела. Бегала за голубями даже, и за воронами, и гонялась, и тряслась от радости. В общем, огромное спасибо, что, в общем-то, собаке такой дали. Второй шанс, ноги вторые. Лариса Ермальчук навещает Чичу. Как только выдается свободная минутка. Скоро приехать в ветклинику к Руди собирается и Игорь Тепляков. Если человек увидел сбитую машиной собаку, нужно позвонить в департамент городского хозяйства и экологии. Они передадут заявку. Бригада ветцентра постоянно патрулирует город и постарается быстро приехать на вызов. Желающие стать хозяевами собак могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 917 817 39 19. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет пять лет лишения свободы.